Это Максим, наш местный заводила в данном центре с Кировограда. Это Серега, наш местный видеооператор. Я так временно подрабатываю. Это Руслан Владимирович, представьтесь, пожалуйста, замначальника, приехал с вами отдыхать и контролировать все наши действия, наши передвижения. Это местный ребелиатолог, зовут Игорь, очень серьезный, очень такой справедливый. Не женатый. Да, кстати, говорят, не женатый. Еще лет, так сказал, 5 дней буду жениться. Так что, может, возьму телефончик, еще подпишу под видео, подсылочку, будете звонить, знакомиться. Ладно, девушка бы взяла телефон, но он будет раздавать девушек. Вот, мы продолжаем наше движение в село Ссянки, после чего пересядем на электричку и поедем в село Волосянки. Из пункта А в пункт Б, как говорится. Да, правильно, не озвучивали название. Находится, как для контрабандистов, находится около польской границы. Вот, знаем точку передвижения. Как туда дойти? Плашрут? Да. Короче, это контрабандитские подельнички. Сейчас говорят. Да, да, да. Вот, если что, обращайтесь, приезжайте сюда, в Карпат, и тут все организуют. Так, это первый дом села Волосянки. Не Волосянки, а Ссянки. Вот. Насколько я знаю, насколько проинформирован, в этом первом доме продают самогонку. Самогонку продают, говорю. И говорят, здесь она самая вкусная. Так что, первый дом справа, не ошибетесь. Въезд Волосянки. Волосянки, Ссянки, можно запутаться. Вот. Хотите вкусненькой самогоночки, заходите сюда. Бесплатная реклама. Фу. Мы уже прошли примерно где-то километра два, наверное. Километра два. Немножко подостали, солнышко выглянуло. Все очень хорошо видно. Погода beautiful. Это тоже тренер. Кстати, как его зовут? Он в спортзале. Он заведует спортзалом. А зовут Александр. Очень хороший тренер. Делает растяжки. Очень качественно. Так что, будете здесь, обязательно заходите в спортзал. И обращайтесь к Саше. Вот. Местная церковь. Как мы видим. Мы еще идем. Уже, наверное, полчаса. Немножко устали. Воздух тут хороший, чистый. Везде елочки растут. Так что, к Новому году будете знать, где можно елочку спилить. Как нам сказали, эта территория является заповедником. Спилить елочку. Посадят. А это так, на всякий случай. Если вы повелись, что здесь можно пилить елки. Вот наше поселение. Семки. Дойдем дальше. До электрички. Включимся. Это местный житель. Дядька Петро. Нинцу Петро. Михалыч. Михалыч. Який прожив в селе Верхнем, роботник станции Семки, ПЧ-16. Який працює в колейне, колейне роботник. Я про Сени Колей, ПЧ-16. Я радий, потому что до нас приезжают туристы, туристы из всех стран. Я думаю, в том смысле задоволен, и даю гарантию, что они по нашей колею проезжают с обеспеченным транспортом, 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 транспортом и мы сгодны с тем, дай Боже, в дальнейшем, чтобы мы проезжали. Я проезжала нашу штанцию, нашу базу, по ней на экскурсию. Слушай, я солдат советской армии. Я солдат советской армии. Я висложил в москалях. Снимай меня в посередине. Я висложил в москалях. Я висложил в москалях. Я висложил в москалях. Я висложил в москалях. А вот эти колеи, залезницы, станции, сянки. У всех узла нас кидали, мосты, Ковчады. Ну, хорошо, хорошо. Мы будем идти, потому что сейчас нам нужно на электрику. Спасибо за все. Покажи мне, покажи, что... Я потом покажу. Мне сейчас... Хозловичка. Сережа, ну, Хозловичка. А что? Вокзал. Солосянки. Вокзал. Солосянки. Вокзал. Едет наша электричка. Как говорится, на той стороне у нас Польша уже идет. Эльцы нам не разрешают переходить. Включаем электричку, которая будет направляться в село Волосянки. Очень такое интересное название. Надо памятник поставить человеку, который его придумал. Ребят, подойдите сюда. Вот. Вот наш выход. Сейчас заходим, все тута, где не какой-то. Все? Можно заходить? На заднем. Сейчас заходим, все туда, где не такое. Залазим в вагон. Мы вас приветствуем в любом положении. Сидя, стоя на коленях. Спасибо. Помашем. Слушай, а я тебе сейчас телефон, ты не знаешь куда. Вот, забрай. есть приду выпишу